Сергей Дживага 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 И на краткий миг я даже сумел рвануться ввысь. Узрел извилистые тоннели портового района, гигантские каверны промышленной зоны. Пробежался по коридорам и гротам делового и жилого районов. Мельком взглянул на верхний город и даже проник в лимб. Увидел всю тару и снаружи, и внутри. Древний ветхий кусок камня в барьере, изрытый норами и изгаженный металлом. Столицу Олдуотара и один из первых городов, построенных под морскими волнами, где люди и нелюди сбежали в океан от нашествия тьмы. Узрел ей воды вокруг города, темную, холодную массу, испятнанную огоньками сигнальных буев, многочисленных батискафов и субмарин. И соларитовое светило, что ярко полыхало где-то в центре барьера, подтапливая предательский лед, по коему могли пробраться вестники, позволяя культивировать рыбу и водоросли. Я рванулся ввысь, но ударился о нечто твердое и стремительно рухнул обратно. Испытал злость, упрямо заставил себя встряхнуться, собрал по кусочкам почти впавший в ледяной ступор мозг. Пришло понимание, что эмоции не мои. Фергюса, который, теряя сознание, испытал отчаяние и одиночество, а проклятая эмпатия, побочный продукт дара гностика, поймала, как антенна, радиоволны. Чувство настолько яркое, что я воспринял его как свое, чуть не рухнул в обморок рядом с другом. Но по мере того, как боролся, перед внутренним взором начали мелькать образы и картинки, порой мутные и смазанные, потертые прошедшими годами, порой яркие и сочные. Вот затянутая мглой комната с письменным столом и большим кожаным креслом, настольная лампа, полки с книгами, запах чернил и шуршания бумаги, какие-то карты и фотографии на стенах, мягкий золотистый свет. Все вокруг кажется большим, а может, я сам маленький, а впереди смутная фигура человека, склонившегося над записями, и я иду к нему, старательно переставляя ноги в неудобных тапочках, цепляясь носком за край ковра и закономерно шлепаюсь на пол, плачу от обиды и разочарования. Но чувствую движение и поднимаю взгляд. Крепкие руки подхватывают, лицо овивает теплый воздух. Вижу улыбающегося мужчину с такими же желтоватыми, как у меня, глазами, аккуратной бородой и глубокими морщинами, рассекающими лоб. — Орм, как ты тут оказался? — Он убежал, Лир, прости, не уследила. Мягкий женский голос слышится из-за спины. — Любопытный, и весь в тебя. Мужчина смеется, шутливо отвечает, и в мозгу всплывают слова «Мать», «Отец», «Триса Удафи» и «Лорд Лир Макморрен», а этот кабинет в родовом гроте. Понимание заставляет ухватиться за образ, жадно всмотреться, но картинка уже тускнеет и теряет четкость. Разум падает в пустоту, откуда прилетает уже следующий фантом. Разношерстная толпа в одном из причальных отсеков порта, громадные люки шлюзов, куда по сходням тянутся вереницы пассажиров, огни и вывески, пары лязг металла, крики грузчиков и торговцев, суета, яркие тряпки, тяжелые запахи и толкотня. Ваш билет, молодой мистер. Толстый краснощекий клерк с пушистыми усами, пропахший сольею потом, в форменной куртке со знаками различия порта, делает вопрошающий жест. Но я не тороплюсь, раздираемый волнением, страхом, противоречиями, судорожно тискаю в пальцах кусок мятого картона, ощущаю тяжесть чемодана в другой руке и скреплю зубами. Оглядываться нельзя, но я все равно оборачиваюсь и вижу мать заплаканную, взволнованную и такую же отчаявшуюся. Но за спиной у нее стоит дядя, высокий, худощавый мужчина с неприятным лицом и глазами смахивающими на куски грязного льда.